Июнь 1923 года, два таких события, два переворота в Болгарии и в Китае. В СССР там всё довольно стабильно продолжалось. Собственно, это и болгарский, и китайский связаны тем, что в обеих странах был социализм. То есть социалисты, по крайней мере, были у власти или контролировали значительные территории, как в Китае. Ну, значит, что касается Болгарии. Там был такой земледельческий союз. Они формулировали себя как аграрные социалисты, на самом деле стояли на позициях, близких к СССРам нашим. Ну, в общем, это левая партия, социалистическая, но она ориентировалась на крестьян. То есть заявляла, что будет третий крестьянский путь, отличный от капитализма и социализма, но это скорее демагоги. И реально это социалистическая партия, но не большевистская. Они выступали против большевиков. Собственно, БЗНС, которая происходит от них, она потом входила в коалицию с коммунистами. Вот в Болгарии, когда уже там были коммунисты, там формально было две партии, Компартия и БЗНС. Ну, конечно, реально эта БЗНС полностью подчинялась коммунистам в коммунистической Болгарии. Но они ее все равно взяли. Они их не истребили, потому что воспринимали все равно как левых и, в общем-то, союзников. Но союзники, они были хреновые. Такие же примерно, как коммунисты с СССРами в России. То есть друг друга все время подсиживали. Ну, так или иначе, вот демократическим путем еще в 19-м году эти самые БЗНС, то есть эсеры болгарские, они пришли в Болгарии к власти. За них все голосовали. Вот после Первой мировой войны обострились социальные противоречия, и население начало голосовать за социалистов. Что они делали на практике? Они осуществили аграрную реформу. Вот с 19-го по 23-й год правят эсеры в Болгарии. Осуществили они аграрную реформу, как всегда хотели левые социалисты. Наделили землей всяких малоземельных, безземельных крестьян, беженцев с разных территорий, допустим, в Македонии. И так далее. Они ограничили куплю-продажу земли, что тоже всегда социалисты хотели. То есть, в общем, они хотели построить мелкое вот это, государство, основанное на мелком крестьянском землемладении, что у каждого будет своя земля. В Болгарии в основном страна аграрная, и коммунисты, которые на пролетариев опирались, они имели довольно узкую социальную базу. То есть, реальная, конечно, социальная база – это крестьянство в Болгарии для социалистов. Поэтому БЗНС побеждала на всех выборах и являла всегда реальной альтернативой коммунистам. За это коммунисты ее ненавидели. Ну, продолжая всю вот эту социалистическую линию на то, что все должны трудиться, и паразитов мы истребим, БЗНС вводила всеобщую трудовую повинность. То есть, все, в том числе буржуи, были обязаны трудиться вместо военной службы. То есть, вообще говоря, Болгария же капитулировала, армия практически была разоружена. Поэтому вместо военной службы социалисты гоняли всех на трудовую повинность. По типу, там, дороги строить и так далее, мусор убирать. И это тоже, кстати, не нравилось Антанте, которая заявляла, что вот эти вот трудовые подразделения легко военизировать, просто дать им всем винтовки. Поэтому Антанта потребовала, чтобы можно было за деньги избежать трудовой повинности. То есть, первоначально социалисты вводили для всех, и нельзя было уклониться. Антанта ввела такое, что, значит, богатые могли, в принципе, заплатить и не работать там все-таки. Так они очень любят. Но до 21-го года там вообще просто в обязательном порядке всех гоняли на трудовую повинность. Естественно, обложили богатых прогрессивным налогом. Социалисты всегда этого хотели, они это сделали. На эти деньги они ввели обязательное среднее образование в Болгарии, полученное от богатых. Они активно занимались перераспределением частной собственности. Ну, ограниченная национализация. Понятно, что полную национализацию, как при коммунистах, не вводили, но это не собирались сделать. Но богатых ограничили. У них забирали собственности, гоняли на повинность, ввели прогрессивный налог. На местах вводили выборные местные суды, то есть вот это вот лозунг ТСРовский местной демократии тоже осуществлялся, что на местах нужно побольше выбирать таких должностных лиц. Вот, допустим, судей выбирали при социалистах в Болгарии. Пытались ввести государственную монополию на торговлю зерном, но тоже Антанта им запретила. Там была еще контрольная комиссия Антанты в Болгарии. Болгария же капитулировала, там сидели представители Англии и Франции, которые имели войска вообще-то в Стамбуле. И указывали. Они были либералы, конечно. Вот они собственно ограничивали этих самых социалистов во всех их реформах и стояли как раз в интересах капиталистов болгарских. Но получилось теперь, что Базенес еще и национальная партия, они соответственно качают права за болгар. А эти, блин, буржуи оказываются против болгар, они с Антантой спелись. Вот пропаганда, значит, Базенес того времени. Ну, ясен хер, что они развивали кооперативы, как и все социалисты тоже любят. Они считали, что крестьянам дадут землю, и крестьяне постепенно создают кооперативы, что им поможет выживать. Во всех формах, как собственно и в СССР, кстати, того времени, и потребительские кооперативы, кредитные, производственные и так далее. При этом стамбалийский лидер этих социалистов болгарских всегда говорил, что это альтернатива большевизму. Ну, то есть на коммунистов они при этом накатывали. Говорили, что то, что творится в СССР, это неверный социализм, но это обычная позиция СССР. Ну, вот это тоже они занимались, антикоммунистической пропагандой при всем при том. И против капиталистов, и против коммунистов. Они создали свои боевые отряды, оранжевую гвардию БЗНС, потому что, ну, понятно, в условиях, в 20-х вооруженные какие-то подразделения нужны будут. Ну, эти отряды, они запугивали, значит, либералов, там, всех противников, ну, в том числе и коммунистов, кстати. Церковь национализировали значительную часть собственной церкви. Церковь прижали там конкретно все. Попов позабирали всякие храмы, как социалисты любят, и отдали их трудящимся. Ну, тоже ограничено, то есть они эти не истребляли же, как во время Гражданской войны в России, да. То есть правящие классы вот эти старые оставались, просто их прижали сильно. И церковников, и капиталистов, и всех. Ну, в условиях, когда только что разбили страну, это, в общем-то, как бы они и сами прижимались. То есть они понимали, что национальные интересы требуют, чтобы было согласие нации. Поэтому во многом линия социалистов воспринималась как национальная в то же время. Ну, в итоге, так как все выборы буржуазия проигрывала, она решила сделать военный переворот. Вот. Создали военный союз, вовлекли военных. Ну, поскольку Базенес сильно против городских катила, то есть риторика Базенес вообще была революционная. Говорю, что в принципе они эсеры. Они боялись, что дальше будут что-нибудь идти, блять, аграрии устраивать. Еще что-нибудь там всех города, и может быть, все распустят. То есть, города там они ненавидят, то есть они упирались на крестьян. Болгарская коммунистическая партия также, короче, считала правительство фашистским. Слово фашизм 20-е уже сразу применялось по отношению ко всем противникам, короче, коммунизма. Вот. И тоже была на самом деле в оппозиции. Кроме того, в оппозиции была Македонская внутренняя революционная организация. Это болгары, которые выступали за захват Македонии. У меня тут есть клип про то, что македонский язык, по сути, болгарский. В Македонии было тогда много сторонников в соединении с Болгарией. Считали, что Сербия угнетает национально. Но, как она, кстати, делала, фактически македонский язык был запрещен при Сербии. Ну, так вот, эти все македонские внутренние революционные организации считали, что социалисты тоже, значит, родину предают. С Югославией договариваются. Военные расходы сокращают. Вместо этого образование увеличивают. Образование нам пока не надо. Нам надо захватить Македонию. А македонская революционная организация, там тоже были ребята вооруженные, с военным опытом, террористы и так далее. Короче, договорились милитаристы с террористами. То есть, вот эти македонцы с армией. При полной нейтральности коммунистов. Коммунисты не препятствовали. Ну, поэтому совершили военный переворот. Три часа ночи 9 июня в Софии захватили там, как положено. Разоружили полицию. То есть, захватили все ключевые точки города. Разоружили полицию. Разоружили Оранжевую гвардию. То есть, военные подразделения эсеров. Руководили Велизар Лазаров и Дамьян Велчев. Свергли правительство Александра Стамбалийского. И сформировали правительство с Александром Цаньковым. Куда включили все оппозиционные партии, кроме коммунистов. Но это, по сути, означало, что из либералов. То есть, социалистов военным путем от власти устранили. И создали правительство из либералов и националистов. В том числе, и радикальных, таких как македонские. Ну, царь был, кстати. Который просто все подписывал. Царь все подписал. Царь за социалистов подписывал. И по итогам военного периода тоже все подписал. Утвердил это новое правительство. При этом, македонские террористы поубивали физически. Всяких лидеров Болгарского народного союза. Всех, кого смогли. То есть, эти македонцы, они как террористы уже выступили. Военные захватывали точки, а македонцы конкретных лидеров поубивали. В результате сопротивления левых было парализовано. Однако же, Стамбалийский бежал в деревню, где собрал примерно 3000 крестьян. Конечно, против армии они ничего не смогли. В течение нескольких дней их разбили. И 14 июня арестовали Стамбалийского. То есть, лидера Базанес. Которого потом расстреляли македонцы. По сути, они даже это... Ну, как бы они оформили, но по сути, они их расстреляли, но потом оформили официально. Это называется июньское восстание. Были... В других местах тоже были выступления социалистов. После того, как Софию захватили в Плевне, в Шумине. Были тоже выступления крестьян. Но их тоже всех довольно быстро подавила армия. Армия выступила сразу полностью за все это, за новое правительство. Болгарской коммунистической партии я не поддержала нифига этих эсеров. Однако решила сама устроить путь. Так как, типа, народ будет недоволен правлением военных. Они решили сами, так сказать, возглавить недовольство народа и устроить восстание, о котором я расскажу. Еще позже. Сентябрьское восстание 23-го года. Значит, в Китае окончательно наступает эра милитаристов, хотя она и раньше была. Ну, я про Китай выборочно. Рассказывал, конечно, про революцию, про Юаньшука и так далее. Но попытаюсь в этом клипе все-таки такое ключевое событие, как отстранение Ли Юанхуна, рассказать и про конкретные события, и вообще-то, что творилось. Потому что, в принципе, мало внимания Китая уделяло. Китай будет все более важен. Важность Китая на протяжении 20-го века все время возрастает. Сейчас просто максимальная. Значит, с июня 1922 года президентом Китайской республики считается Ли Юаньхун. Он, скорее, формальный президент. Страна давно разделилась на так называемые клики всякие военные. Но об этом позже подробнее. Все-таки в Пекине есть там какой-то президент все это время. Большей частью он решает вопросы с иностранными державами. Как бы представляет весь Китай, реально никого единства нет. Ну, то есть, какой-нибудь закон, если они издадут, их за пределами Пекинской области никто и выполнять не будет. Такая ситуация. На местах сидят региональные лидеры, большей частью военные, которые еще между собой постоянно воюют. И законы полностью издают свои там, в каждой провинции. Ну, так вот, Ли Юаньхун. Он несколько раз уже до того был президентом, был известный политический лидер, сравнимый с Юаньшукаем, с Унью Ценом. Вот он, линия Хун, пытался все-таки восстановить единство Китая. У него был авторитет серьезный. Он сформировал правительство, которое называл кабинет способных людей, в принципе, я рассказывал. И пытался на основе, так сказать, экспертов собрать со всей страны и единство страны восстановить. Однако, лидер клики местный, лидер местных военных Цао Кунь был этим недоволен, хотел быть там президентом. Организовал забастовки, собрал парламент. И, в принципе, сверг президента Ли Юаньхун, который пытался забрать с собой президентскую печать, но его арестовали, и он бежал в Японию. Цао Кунь был из бедных. Он в армию поступил еще во время войны с Японией, 1894 год. Потом пошла революция. Революция была социальным лифтом, то есть можно было из грязи в князи, но через военных. То есть основной социальный лифт был в армии, участвовать во всяких этих революционных войнах. Это и привело к тому, что фактически военные пришли к власти. Но поскольку Китай большой, они разделили Китай на территории, которую контролировала какая-то группировка военных. Ну вот, в частности, Цао Кунь быстро продвинулся, хотя и из бедных. Его поддерживал Юаньшу Кай, крупный лидер, северный тоже военный. Он стал генералом и возглавил полностью джилийскую клику, то есть одной из группировок северных военных, который участвовал активно на всяческих войнах. Там постоянно свергались президенты, я просто подробно это не описываю. При этом северные клики постоянно между собой воевали за то, какого не поставят президентом. Значит, ну, кончается тем, что он, значит, поставил, в принципе, сам Ли Юаньху Нью, этот Цао Кунь. Потом они решили, военные, что Ли Юаньхунь хочет страну объединить, это приведет к тому, что они власть потеряют военные, и свергли они этого Ли Юаньху Нью. Цао Кунь, это первый уже президент непосредственно, который принадлежал к конкретной клике. Естественно, все остальные клики его не поддержали, и страна развалилась окончательно при Цао Кунь. Поэтому я, собственно, про развал страны, вот именно при Цао Куне говорю. Потому что она разваливалась, но не до конца, а вот при нем уже до конца. При этом, короче, Цао Кунь собрал парламент, и каждому депутату предложил по 5000 серебряных долларов, если они выберут Цао Кунь. В общем, официально. То есть он официально подкупил парламент. Но это привело к тому, что авторитета у него никакого не было. Он пришел к власти, просто купив голоса собранного им же самим парламента. Поэтому выборов там дальше не было уже. Он пришел к власти. Он, в принципе, прогласил конституцию демократическую, ввел новую конституцию. В принципе, формально он был либералом Цао Кунь, как и все они. Но реально нифига этого не соблюдалось даже в Пекине. Уже не говоря о том, что практически вся страна его и президентом-то не признавала. Продолжались войны. Вот там, прямо на севере. Ну и в последующих войнах в 1924 году его свернут. Об этом я уже буду рассказывать, когда будет 1924 год. Но суть тут какая, что после этого переворота вообще уже пекинское правительство не признавали. Эра милитаристов это все называется. Ду-Дзюньо это называется. То есть военный правитель. То, что там было. Она, в принципе, началась с 16-го года, после смерти генерала Юань Шукая. Ситуация следующая. Империя Цин сама по себе не была достаточно единой. У них там был такой феодальный федерализм определенный. На самом деле, допустим, у Цин не было своей армии. Армия была именно провинциальная. То есть вот в провинции была отдельная армия со своим таким генералом. В каком-то регионе. Когда нужно было воевать, они просто армии всех провинций собирали. И то, в общем-то, там советовали с ними. То есть там, ну, был централизм, но такой феодальный. Местные феодалы, которые были оформлены как военные, все-таки значительной властью тоже обладали. Ну вот, пошел, короче, пошли реформы, да. Надо было армию преобразовывать. Какие-то были сильные армии, какие-то слабые армии. Баянские милитаристы наиболее сильную армию сформировали. Такой принцип еще, почему был формирование этой армии из провинции. Они же вообще друг друга не понимали. То, что выдается сейчас за китайские диалекты, это отдельные языки, которые сильно отличаются. Взаимопонимания между ними нет. Я еще сделаю, конечно, серию по синтетическим языкам. В Китае национальный пиздеж примерно русских масштабов. Вот как у нас в России врут, что есть какие-то единые русские, хотя реально сто лет как истребили народные диалекты, реально еще сто лет назад вместо этих русских было 10-15 национальностей. Аналогично в Китае. Там 10-15 национальностей, в которых еще и диалекты даже не истребили. Примерно половину населения обучили пекинскому языку недавно. Все образование на пекинском языке. Но даже окончив среднюю школу, носитель южного языка пекинским языком владеет плохо. Там есть официальные тесты, которые половина населения сдает, которые потом в чиновники идут. Дело производства, чтобы быть чиновником, конечно, надо на северном языке, на стандартном. А население все равно говорит на своих языках, потому что они сильно отличаются. Скоро сделаю, расскажу, что сильно конкретно на практике. Южный язык или нанкинский язык сильно отличаются от северного. А стандартный язык Путунхуан на основе северного языка. Ну так вот, при империи Цинн-то тем более это все было. При империи Цинн вообще был старокитайский, который вообще ни хера никто не понимал. Только иероглифы в какой-то степени объединяли, потому что иероглифы все читали, правда, по-своему. И грамматика все равно разная в этих языках. Старокитайский язык вообще, короче, последний, кто на нем думал, это Конфуция или что-то возле того. То есть 2000 лет назад он был. Они вели делопроизводство на старокитайском, и вся была литература тоже. Как раз вот в начале модерна, в начале 20-х годов, они начали на каком-то смешанном языке писать из пекинского диалекта и старокитайского, а современный стандартный язык разработали при коммунистах и начали внедрять. Но я так о чем? Почему эти лингвистические отступления? Там не было единой нации, даже вот на языковом уровне. Они просто друг друга не понимали. Поэтому, естественно, армия империи Цинн состояла из армии отдельных провинций, а император их формально объединял. Но это приводило к тому, что отдельные провинции, конечно, не воевали, было единое законодательство и прочие элементы централизованного государства. Это вне сомнений. Правда, это государство не против тайпинов, особенно так не устояло, о чем я сейчас рассказываю, и не тем более против белых, которым проиграли опиумные войны. Ну ладно, значит, революция произошла. У нас социалисты появились, китайские коммунисты тоже, либералы и все такое. Все эти социалисты, коммунисты, либералы считали Конфуция, естественно, за говно. Все традиции критиковали. Собрали парламент, свергли императора, и это привело сразу автоматически к распаду страны, потому что армии все были отдельные. Теперь императора нет, президента выбирают, они все начали разбираться, кто будет выбирать президента, какая из военных клик. Ну, в общем, про это я все рассказывал. Суньи Цен, в общем-то, выдвинул программу левого национализма, которая могла бы объединить о том, что власти должен стоять народ, а не эти все военные. Однако в своей практической политике левые, Суньи Цен и прочие договаривались с теми же военными, потому что все равно власть у этих военных и была. Там были группировки южных военных, которые поддерживали гомендант, то есть социалистическую партию. Потом они стали компартию поддерживать. Ну, в общем, ранее я рассказывал про ситуацию с Суньи Ценом. Юань Шука, и мы к началу 20-х придем тогда, чтобы, так сказать, не растекаться. К началу 20-х, к 20-му году на севере правило так называемая Аньхойская клика. Считалось, что президент это тот, кто в Пекине сидит. Реально его не выбирали, а выясняли путем военных действий между различными северными группировками, которые шли регулярно. Шла на севере непрерывная война за то, кого посадят президентом. Где-то на год они садили президента, потом опять воевали за нового президента. Исключительно, что делал президент Пекинский, собирал таможенные пошлины, вел переговоры с иностранными государствами, мог получать иностранные кредиты. То есть, эта должность была важная, но не так, что он что бы то ни было контролировал. Его самого контролировали какие-нибудь военные, которые его поставили. Кругом, реально в каждой провинции сидели военные, которые не выполняли никаких приказов президента из Пекина. Иногда они даже их провоцировали. То есть, они им издавали какой-нибудь приказ, те, конечно, не выполняли. Потом они заявляли, что эта провинция отделилась от Китая, раз они не выполняют, и ввели туда войска, там, и воевали. Но это вот в процессе войн между этими генералами, за переделы территории. Они могли такую провокацию использовать, но так все понимали, что президенту никто не подчиняется. Ну, типичная Азия пошла, да, как у нас, в принципе, Азия. Есть формальные законы, есть неформальные. Неформальные выясняются отношения путем мордобоя, путем конфликтов. Ну, вот примерно в России мы все на низовом уровне понимаем, как это все выглядит. Вот в Китае на государственном уровне так это выглядит. Кто-то считается главным, но на самом деле 50 главных, которые между собой воюют. Это называется эра милитаристов. Значит, Анхойская клика даже пыталась реставрировать монархию, чтобы все-таки страну объединить, но это у них нифига не получилось. В таком бардаке они еще умудрялись объявить войну Германии. А, иностранные капиталисты, конечно, кругом были и всем этим пользовались. Китай был полуколонник экономической, конечно. Ну, конечно, не до экономики в таком бардаке. Вот. В 20-м году была война Джили-Аньхойской между Джилийской кликой и Аньхойской, в процессе которой Аньхойскую клику свергли. Аньхойская клика в Пекине держалась с 16 по 20-й год. В 20-м году начала править Джилийская клика, которую, собственно, вот этот Цао Кунь возглавил. Цао Кунь вел войну также с Фонтянской кликой, которая его предала, и также все время менял президентов в Пекине, пока, наконец, сам не стал президентом. Вот эту вот точку я как раз сейчас и описываю. То есть в июне 23-го года реальный лидер, по крайней мере, Пекина и окрестностей Цао Кунь стал также и президентом. Но другие все восприняли, что это вообще не по понятиям, потому что считал, что президента ставят какого-то нейтральным, а тут явный лидер какой-то определенной клики, который уже каждый год воевал с какими-то соседями, блядь. Все эти соседи его ненавидели, и ушла война перманентная. Теперь его уже точно никто не признавал. А юг давно отделился. Значит, что у нас на юге? На юге у нас социал-националисты Сунь Юцена. Это левая партия, Гоминь Дан, которая сейчас правит на Тайване. Это на самом деле социалисты, близкие к СРМ, опять же, русским, но с сильной китайской спецификой. Сунь Юцена я уже рассказывал, и еще не раз обскажу. Идеологию Сунь Юцена я уже рассказывал в предыдущих клипах. Значит, что там в начале 20-х? В начале 20-х там бардак. Вначале там провозгласили президентом на юге Сунь Юцена, и было два президента, потом они его выгнали, так как он мешал этим генералам своим социализмом. Сунь Юцен в эмиграции формировал далее свою партию Гоминь Дан, левую. Потом они опять связались с местными милитаристами. Гуандун, Гуанси воевали две провинции. И вот там генерал Джен Цюнь Мин был на стороне Гоминь Дана. То есть там ряд генералов, которые непрерывно тоже на юге друг с другом воевали, поддержали программу Сунь Юцена по объединению страны на социалистических принципах. Вот после очередного переворота, очередной войны генералов, в мае 1921 года, опять собрали какой-то парламент, из кого смогли. И Сунь Юцена провозгласили президентом на юге. То есть у них два президента было на юге и на севере. Фактически там было что-то 20 государств, если говорить о реальном положении дел. Значит, Сунь Юцена провозгласил гражданскую войну. В принципе, идет гражданская война, правда, в странной форме борьбы между отдельными провинциями. Но, тем не менее, на юге сидят социалисты уже. Там опять происходит потом перевороты в 1922 году в Гуандуне. Это основная база социалистов в Гуандуне, самой южной провинции. В 1922 году опять перевороты. В марте 1923 года окончательный переворот. Опять приходят к власти социалисты. В марте 1923 года в Гуандуне приходят к власти Сунь Юцена. То есть, вот там у него уже было гражданское правительство, не военное. И милитаристов, типа, всех изгнали. Начали формировать народную армию. Партия Гомедан сильно походила на ВКПБ, на большевиков. И, более того, была уже коммунистическая партия Китая, тоже основанная на таком же принципе полувоенном, демократического централизма. У коммунистической партии были собственные военные подразделения. И они заключили союз, и это называется Первый Объединенный фронт. Вот на том основании, что там коммунисты, начала им помогать Советская Россия. Вот это все событие прям 1923 года, прям свежее. То есть, в марте 1923 года коммунисты и Гомедан, левые партии Юга, заключили союз, сформировали социалистическое правительство на Юге. И начали открытую войну за объединение страны, создание революционного антопартийного государства. А переворот Цао Куня на севере им сильно помог. То есть, они заявили, что теперь правительство точно нелегитимное. Там устроили переворот, подкупили парламент. Там пришли к власти всеми ненавидимые военные, которые уже 8 лет страну развалили. Друг с другом все время воюют. Китайский народ жутко страдает. Империалисты и иностранные капиталисты захватывают рынки Китая, пользуясь нашим раздором. Кто спасет родину? Это Суньи Цен. При этом Суньи Цен также периодически ввел все равно переговоры с Севером и со всеми на свете генералами за объединение страны, пытаясь, так сказать, по-китайски, не только воевать, но и какие-то все равно с ними. Пытаясь, чтобы они мирно ему подчинились, грубо говоря. Ну все, вот дальше уже события буду по хронике рассказывать. На июнь 23-го года страна развалилась. На севере очередной переворот, юг не признают. И на юге у нас уже коммунисты с левыми эсерами, по сути, с левыми социалистами Суньи Цены заключили союз и собираются страну освободить и объединить на основе социалистической идеологии.